Всем привет! У нас уже следующий день. Сейчас мы с Юрой собираемся пойти, пройтись на улицу, мне нужно ходить. Кстати, я заметила, что если я хожу много, у меня вот ночь проходит хорошо и бедра не болят. А если я день проваляюсь в кровати, то ночь просто мучаюсь до слез, очень сильно болят. Азобедренные суставы, бока, то есть спать невозможно. Я остановлюсь сразу в такую позу колено-локтевую. И даже когда ты расслабляешь ногу в такой позе, ужасно выкручивает всё. Вот именно, знаете, как будто она отрывается. Это ужасные какие-то ощущения. Вот раньше, кстати, ещё там беременности у меня такое было несколько раз, но я офигевала и надолго запоминала эти ощущения. Сейчас очень часто. Вот, магний, Б6 я пью, кальций, доктор моя мне сказала не пить. Вот, такие дела. Кстати, мне позвонила моя гинеколог, и я удивлена, что она мне позвонила. Спасибо большое. Вот, и она сказала, что я у неё одна осталась в Киеве, из всех тех, кого она ведёт. Назначила мне анализы, сказала, какие сдать, я пойду в Дилу. В платную клинику, конечно, это сейчас очень накладно. Я так посчитала, это больше тысячи гривен выйдут эти анализы, потому что наша государственная поликлиника анализы, к сожалению, не принимает. Сифилис нужно сдать, плацентарный лактоген и общий анализ мочи и крови. Вот. Но всё равно пойду сдавать и шарубить. Сказали, что если, ну, понятное дело, что это просто так. Сказали, что нужно сдать, где-то плачет дитя, а у меня прям это хочется успокоить. Уже просыпается это всё материнское. Так, на чём я закончила? На том, что наши поликлиники в государственной анализы сейчас не принимают. Но УЗИ можно будет договориться сделать. Вот. Я сейчас включусь. Сказать, что на улице тепло, ничего не сказать. На улице просто жара. В Дубровске мне уже очень жарко. Вот. Выставляю, какая у нас погода, прогноз погоды. Мы зашли... Мы зашли в аптеку, и в аптеке уже ажиотажа нет, очередей нет, и полно лекарств позавозили. Купила... Ну, домой покажу, что взяла. Вот. Что он показывает? Баночки для анализа, ежедневки взяла и салпадеин. Себя остановят, конечно, снимать ничего нельзя. Мы нашли песок. Ребята, прикиньте, этот тырс для туалета кошачьего. Юра. Вот такой вот песок взяли, это вот 110 гривен, а на килограмм больше 140 гривен. Это не песок, а тырса, который разбухает потом в туалете. Гуляем, гуляем, а я спать так захотела резко и есть. Я просто... Мы зашли домой, положили, поставили воду, купили пак воды с содовой, такой, знаете, мне отыжоги. Таблетки не хочу отыжоги пить, а то вот водички немножко стаканчик выпью и пройдет. Вот. И взяла киткат, батончик съесть. И мне так сон начало валить. Сейчас как раз придем, еще борща поедим. Наверное, лягу, посплю. Соленого очень сильно. Борщика до сал. Вот. Мы уже пришли домой. Фух, я так находилась. 8 тысяч шагов примерно, чуть больше прошли. Вот. У меня сразу сначала было нормально, все. Утром как-то так улегся. Мне было более-менее легко. А сейчас как-то наоборот. Вроде бы еще ничего не ела, но живот очень-очень сильно... Ну, желудок-то, понятное дело, уже вверху у меня, но живот такой натянутый вообще, как барабан. Чуть тяжелый стал. Видимо, опять расположение, место поменял. Вот. Я сейчас поем борща, пока Юрка мне там приготовит. И хочу смонтировать видео. Буду продолжать читать. Мы вчера посмотрели, пытались посмотреть два фильма. В итоге мы часть смотрели, часть сидели, конечно же, читали новости. Каждый у себя в телефоне, в телеграме, не только. Вот. В чатах со знакомыми, со всеми. И вы знаете, очень много людей реально возвращаются. Прям настолько много. Я вам не могу передать. Нашего знакомого, вот мы сейчас с другом гуляли. Он тоже говорит, что в его чате знакомые тоже пишут о том, что возвращаются. Потому что за этот месяц они потратили практически все деньги на Западной Украине. Вот. Много кто еще возвращается с других стран, которые не могут там устроиться. Вот. Нигде не зная языка и всего такого. И западное большинство больше всего возвращается. Вот такие дела. Людей, конечно, знаете, вот как самое такое теплое время на улице. Какой-то выходной день. Много. Очень хорошо, что открывается малый бизнес. Открываются кофейни. Мы сегодня опять поддержали малый бизнес. А завтра Юра, ну, с помощью друга, конечно, они вместе поедут за кроваткой. Очень жду, конечно, складывать ее еще, собирать как бы не буду. Но уже она будет. Я буду уже спокойна, потому что у нас кроватка есть. Вот такое творит вообще библиц. Ай, блин, не в фокусе было. Это мы с Юрой пришли домой. Принесли этот гранулированный туалет, да, Еве. И мы, бывает, ну, шутим, прикалываемся. И говорим, Ева, с тебя 110 гривен. Не знаю, где хочешь, бери. Ну, потому что реально такая цена, блин, на какую-то тырсу 110 гривен. Я, честно, в шоке. Вот. И как раз захожу в комментарии, почитаю, девочка пишет, что показывает чаще Еву в влогах именно. Вот. И я теперь поняла, как она будет отрабатывать. Завтра я буду ее показывать намного чаще. Сейчас вечером, чем я занимаюсь стиркой, постирала вот Юре куртку. Вот. Не сильно выжала машинка, потому что, ну, чтобы не сбивался пух. Он и так, конечно, сбился. Но сейчас течет. Потом мы будем сушить ее. И разбивать пух. Курточка прикольная. Сейчас как раз уже жарко. А на улице, так, чтобы вы понимали, вообще уже жара. Мне уже в дубленке вот в этой очень-очень жарко. Это радует. Хотелось бы, конечно, чтобы еще отопление отключили, потому что очень дорого платить за отопление. Мы за коммуналку в этом месяце, скорее всего, пропустим. И, ну, пока вообще ничего не ясно. Вообще ничего не ясно. Это просто ужас. Я только проснулась. Я легла. Сейчас налью воды, попить. Боже. Такое ощущение, как будто я сутки спала. А поспала я всего лишь глубоко так полтора-два часа. Все размазалось. Сегодня тоже немножко накрасилось. Конечно, да. Я очень благодарна вам за добрые, теплые комментарии. Но вы все должны понимать, что все равно вот эти вот мои видео, да, без упоминаний каких-то происшествий, что очень сложно. Мне хочется, блин, я, наверное, завтра вам тоже расскажу. Те, кто не у нас, может, вы не видите эти новости, что у нас произошло. Вот. Это все просто самообман. Вот на самом деле я монтирую, когда влог, я смотрю, и да, вы пишете, что круто. У меня влоги успокаивают, да, вот от вас это исходит из-за того, что все как до войны здесь во влогах. На самом деле все, не как до войны. Короче, я проснулась. Такое ощущение, что я сутки спала, на самом деле, но поспала я чуть-чуть. И это очень часто происходит со мной. Ночью тоже такое ощущение, как будто я всю ночь проспала уже, но на самом деле всего лишь час прошел. Знаете, как сон на фронте, хотя здесь у нас спокойно. Я же почему более-менее еще такая спокойная, потому что я не слышала ни разу за все это время сирен. Почему? Потому что у нас их нет на районе. Мне кажется, что на психику сирены еще неплохо так влияют. Если прислушаться, где-то там вот далеко слышно. Но так как мы на самой-самой окраине живем, у нас их здесь нет. Я не знаю, что я буду делать ночью. Но, скорее всего, ну, сейчас я буду монтировать ВОК, понятное дело. Буду читать. Только что. Боже, как громко. Вам вряд ли слышно, но это на улице просто. Мы уже просто живем, знаете, по принципу не ебанул, а живем дальше. Вот. Как-то так. Ну, сейчас как раз вечером, ночью, утром. Они ничего нового не могут придумать. Всегда начинается. Под утро это все утром. Самое вот то, что сейчас я прочувствовала, знаете, такое, можно сказать, обидное. Я... Ну, вот сейчас есть возможность и время, да, и возможность. Много платформ, даже бесплатных, стали для нас, чтобы изучать какие-то языки. Какие-то курсы проходить. Ну, ничего, вообще совершенно ничего в голову не влазит. Как раньше вот говорили, я смотрю книгу, вижу фигу. Вот это вот... Вот это вот сейчас так. Вообще в голову ничего не дадут, хотя возможностей очень много. Конечно, я постараюсь этим заняться обязательно. Сейчас я буду заканчивать влог и очень сильно хочу вас попросить подписаться на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. А я знаю, что нет, потому что 70% зрителей моих видео, к сожалению, не подписаны на канал. Это хоть как-то поддержит. И хоть чуть-чуть, я не знаю, как-то повлияет на продвижение видео. Просто, опять-таки, я рассказывала о Селеграме, что я осталась, можно сказать, практически осталась без монетизации. Вот. И хоть какое-то продвижение с помощью вас. Это, конечно же, комментарии и лайк, подписка помогут моему каналу и видео немножко продвинут. Вот. Это хоть чуть-чуть поможет. Буду благодарна. Я вас всех крепко обнимаю. Всем тихой и спокойной ночи. Тихого и спокойного дня, кто когда смотрит. И всем пока. До новых влогов. Пока.